Здравствуйте, друзья! Я Александр Зигфрид и я приветствую вас на моем канале. Сегодня очередной фильм из серии о моих стационарных станках, очередной короткий фильм. Хочу сразу оговориться, тема пришлась по вкусу многим, поэтому я начал снимать параллельно и более обширные обзоры всех машин. Выйдут они немножко позже, так как немножко обработки требуют, но все же выйдут. Пока мы в виде анонса, я вам все-таки буду продолжать снимать короткие фильмы, примерно 5-6 минутные, и дальше буду их выставлять. Тема сегодняшнего дня пойдет снова о фрезерном станке, в этот раз уже о другом. У меня их получается вместе с комбинированной циркуляркой, три штуки. Один большой, и вот сегодня пойдет разговор о маленьком станке. Вот этот станок, вот так он выглядит. Он, это стационарный станок, но в принципе у меня он выполняет функцию, так сказать, мобильного. У него нет определенного места, так как он очень компактный. Компактнее станка я еще не видел. Размер плиты у него всего 40 на 40 сантиметров. Фирма Frommia. Ужасно знаменитая фирма в Германии по теме очень качественных станков для деревообработки. Фрезеров различных фуганочных станков, фуговальных рейсмусов, циркулярок, ленточных пил. В общем, очень известная фирма и очень качественный инструмент она выпускала. К сожалению, сейчас эта фирма исчезла с рынка. Вернее, эту фирму переняла другая фирма, называется она Ристон. И она продолжает выпускать всевозможные инструменты, в том числе ленточные пилы и фуганки и рейсмусы. Это мой станок. В общем, один из тех станков, которые у меня есть, которые полностью выполнены из чугуна. Массивная конструкция, ужасно тяжёлая для такого маленького станка, что вполне можно назвать плюсом. Потому что такой станок и должен быть тяжёлым, для того, чтобы обеспечить устойчивость во время работы. Тут ничего не вибрирует. Я уже как-то выпускал фильм об обработке гнутых заготовок на фрезере. Этот фрезер я использовал для этих вещей. В общем, эта машина у меня предназначена только для мелких деталей, таких как всевозможные штапики, реечки, всевозможные профилированные элементы каких-то в миниатюрном формате. Так как у этой машины маленький вал, вот сейчас вы видите, зажат в нём вал на 16, вернее на 15. И ещё к этой машине есть у меня вал на 25. Это вот такие валы, они очень быстро меняются. Здесь гайка ослабляется, там ключи у меня лежат, гайка ослабляется, вал меняется. Всё, в течение пару секунд это дело сделано. Вот здесь ещё дополнительные кольца. Набор таких колец у меня очень обширный. Всевозможные ширины, толщины. В общем, это для разных работ очень пригождается. Также у меня есть и специальные подшипники для того, чтобы фрезеровать шаблоном. Использую на этом станке, в принципе, только один набор фрез, один набор ножей. Это у меня такой вот наборчик. Всего одна режущая часть у него. Противоположная часть это как противовес. В общем, такие подобные фрезы запрещены в Германии к употреблению в профессиональных фирмах. В тех, в которых работают больше одного человека, так сказать, кроме хозяина. Но я его купил только из-за того, что здесь очень красивые ножи, очень красивые профили, которых, в принципе, не увидишь сейчас, если только исключать ручных фрезеров. Но это стационарная машина, и очень мне понравился этот набор, я его взял. В общем, работаю я, так как я один, в принципе, мне бояться нечего, только что, если у меня что-то случится. Но я, в принципе, осторожен, до сих пор ничего не было. Что хочу о машине сказать. Опять стол, плитач 40 на 40, очень массивно сделано. Параллельный упор закрепляется этим винтом. И вот этим, если ослабить эти два винта, то можно путём продвижения, вернее, путём перестановки этого винта, настроить параллельный упор по отношению к заготовке, по отношению к валу. Двухскоростная машина. Скоростью переставляется здесь, путём перекидывания ремня с одной шайбы на другую. Моторчик стоит 1-киловаттный. Здесь этот штурвальчик предназначен для переставления по высоте. И здесь это блокировка вала. И здесь переключатель направления лево-правое. В общем, NONIUS присутствует. В общем, всё можно достаточно точно настроить. Если плакетку посмотреть, то год выпуска этой машины 1960. Называется тип 207. Иногда встречаются эти ещё машины в интернете. На IBIA я уже парочку видел. Станина это оригинал. Просто она была ржавая. Немножко я её перекрасил. Ещё я встречал у этих машин чугунную станину. Что, в принципе, немножко лучше. Но я приобрёл такое. Здесь лючок есть дополнительный. Чтобы можно было окунуться, так сказать, во внутреннюю жизнь. Ну вот, в принципе, всё на сегодня. Такой вот небольшой обзорчик. Я снимаю также и обширный обзор. И в нём будут присутствовать элементы обработки какого-то материала. В общем, это всё вы увидите воочию, как это всё работает. На этом я прощаюсь с вами. И, в общем, до следующих встреч. Следующий фильм выйдет завтра. Примерно в это же время. И я благодарю всех за просмотр. Субтитры делал DimaTorzok